добрый день всем ну вот опять очень много вопросов идет про чакры спрашивать народ хотя в общем то у меня уже много роликов про чакры снято и можно просто покопаться в моем youtube канале там есть тематика прям чакры открываете тематическое там про многое про чакры писал ну да ладно про чакры про чакры расскажу про одну чакру а значит чакра садхистана это вторая чакра снизу до младхара если вверх подыматься находится она где-то вот верхней части лапка если вот горизонт проводить на позвоночнике крепится то есть цветочек смотрит вперед то есть он как бы растет из позвоночника и смотрит вперед вот у женщин как раз эта чакра отвечает за матку и эта чакра она на самом деле очень интересная почему потому что она связана с планом творчества именно в садхистане чакре находится основная жизненная сила человека то есть когда вот эта жизненная сила когда ребенок рождается у него по мере его роста прибавляется но они называют это че че вот эту жизненную энергию они измеряют в че да вот когда ребенок рождается он получает от родителей где-то два че примерно и по мере роста он накапливает эти че и к 18 годам если он не расходует половую силу у него 6 чина набирается 6 че да вот это вот 6 че это совершенно полноправный здоровый человек да вот такой у него много силы ему вот эти че должно хватить на всю жизнь ну а после 18 лет как начинается половая жизнь ну или другие излишества или там скажем человек просто работает там живет у него эти че потихонечку тратится да ну и когда че подходит нулю человек умирает да то есть он не может накапливать чем только тратит их вот но это обычный человек имеется ввиду вот и сватхистана чакра она именно вот с этой энергией связана она как раз там на куб накапливается но скажем восточные так сказать как они даотские практики они значит научились эту че накапливать и продлевать себе жизнь да но они у них не сватхистана чакра называется называется хара да или вот это нижний донтьяне но в общем это одно и то же в принципе потому что это одно место да вот просто разных сторон она рассматривается и они нас там накапливают вот эту жизненную энергию вот и за счет увеличения че они скажем себя вот ну как бы оздоровительной практики делают и продлевает себе жизнь кстати а но это серьезные практики я пробовал это делать очень тяжелые практики серьезные вот и даосы вот если они начинают восполнять че там скажем даосу лет наверное 60 там 70 у нее плен зубов нету а вот если он накапливает 6 че вот у него вырастают новые зубы даже вот такие вещи то есть у нее идет обновление тела омоложение на практике говорю сразу очень тяжелые потому что чтобы до этих практик дойти нужно ну как бы заниматься всю жизнь практически вот это нужно хорошо медитировать хорошо концентрировать внимание хорошо работать с энергиями вот ну вот я немножко отвлекся но это все находится в хистане чакре ну а теперь такой маленький ликбез но это он в общем то известный везде вот свадхистана чакра связана с элементом воды и в свадхистане чакре вот ну когда картинку видите вот настоящую который вот рисует индусы там изображена луна до луна связаны вот этой с этой энергии а так сказать жизненной энергией потом там еще изображен макара макара это крокодил вот и это вот он означает что вот ну вот как когда вот в воде рыба плавает да но иногда не макара изображает рыбу и вот ощущение когда вы рыбу берете вот на ощущение на ощупь она такая вот как скользкая такая как нежность такая водяная да вот такая легкая получается да вот и когда на свадхистану но в свадхистан и работают вот это чувство вызывает в себе вот это чувство нежности ласки чтобы вот открыть свадхистану чакру ну помимо тех тех мантр которые читают на свадхистану чакру там мантры лепестков есть мантры центральная мантра биджа да мантра вот помимо этих мантр то вот еще представляет вот это ощущение чувство нежности и ласки да ну и естественно на макаре там сидит божество вот у которой две головы вот дакини с двумя головами вот и это дакини говорит о том что почему не две головы это говорит о том что свадхистана она связана одна голова с физическим телом а вторая голова говорит о том что она связана с телом но уже с тонким более планом то есть с эфирным телом да то есть вот такая символика есть две головы очень интересно вот и каждая голова она соответствует трем лепесткам чакры да то есть свадхистана 6 чак 6 лепестков вот и поэтому вот одна голова отвечает за три лепестка а вторая голова отвечает за другие три лепестка еще свадхистана чакра тоже очень интересно если посмотреть у нее у нее три лепестка связаны с чакрами анахатой манифурой муладхарой как раз три лепестка и они также произносятся как лам рам и ям да то есть если снизу считать то муладхара лам да то есть вот как бы она вот представляете да насколько она важна потому что она питает фактически четыре чакры вот свои энергии да а вот эти четыре чакра три чакры помимо самой себя это не оговорился ну сама себя естественно еще 5 4 получается эти эти четыре чакры вместе с вот кистаной они находятся в физическом теле до физическом теле вот остальные чакра находится в области головы а физическое тело она отвечает за жизнь на самом деле а голова это так такой как в центре управления то есть если вам физическое тело отрезать голова здесь физическое тело жить не сможет да вот хотя физическое тело без головы может многие люди они как ничего не соображают да там вот какие-то там полусумасшедшие там еще какие-то которые в общем мозг плохо работает на тело физической живет они могут очень долго жить да хотя у них мозгов как таковых нет но имеется ввиду ума да мозги то есть у монет да вот поэтому вот опять говорю важность вот кистана чакры что она именно вот такую имеет ценность большой вот ну все остальное описано в интернете очень много споров мне тоже сдавали споры сдавали почему вот вы пишете цвет не тот ну еще раз про цвет скажу под конечно суть и стана чакра связано с элементом воды элемент воды он многоцветен он может быть белые как молочный цвет прозрачный цвет он может быть черный вот но это все нейтральные цвета эти нейтральные цвета могут иметь свои оттенки там скажем он говорят свадхистана оранжевая ну правильно когда вот элемент огня в свадхистане чакрой превалирует тогда она окрашена в оранжевый цвет вот но она может быть и в синей окрашенной и в зеленой и в голубой и просто быть белой да то есть свадхистана чакра в зависимости от ее состояния может окрашивать тот или иной цвет но самый лучший цвет свадхистана если она окрашена в белый цвет это говорит о том что вот эта жизненная энергия у вас не испорчена это тот самый эликсир бессмертия белого цвета которые потом вы можете использовать для продления своей жизни вот ну вот так двух словах про свадхистан успеха вам это дело продления своей женой